Итак, всем снова здорова, с вами Фрикстер, и сегодня я продолжаю играть в игру Monster Hunter World. Также продолжается весенний фестиваль цветов. Вот, и сегодня мы пойдем не на архи монстра, а на один такой квест-событие, который покажется очень интересен тем людям, у которых мало выпадает самоцветов. Мы сегодня пойдем на Great Great Jagras, ну то есть или на величайший Jagras, просто можно сказать. Вот, и давайте я покажу вам билд, который я подобрал. Вот, взял я, недавно выбил катану Мечторот Огонь, старенькая катана, которая давно уже выпадает из так называемой Кулфторот. То есть сейчас выпадают императорские, они лучше, но Мечторот Огонь чем является топовым. Давайте объясню. То есть есть в игре элементальный и неэлементальный урон. Вот, если урон в оружии неэлементальный, то примерно покажу. То есть, то в основном идет атака вот этой циферки. А стихия идет, допустим, вот от этой. Но если, допустим, как здесь скрытая стихия, то основной урон идет именно непосредственно от атаки. Если честно, я сам не до конца разобрался с этим. То есть, есть два варианта. Когда элементальный урон от катаны, то ультимативная способность дамажит, по-моему, больше. А если неэлементальный, то все любые другие атаки дамажат очень... Ну, то есть, то все любые другие атаки дамажат очень сильно. Вот. Я либо так, либо наоборот. Я, если честно, не разобрался. Поэтому сейчас вам точно эту информацию предоставить не могу. Надеюсь, что люди, которые разбираются в этом всем, смогут написать что-то в комментариях. Я прочту. Конечно же, спасибо, ребят, всем, кто это сделает. Конечно же, будет приятно посчитать. Также я усилил регенерацию здоровья. Вот. И давайте покажу, в принципе, весь билд. То есть, берег здоровья у меня на двоечку вкачан, на три у меня не вкачан. Ну, так это так, чисто символически, чтобы чуть увеличить хп. Также взял почти весь сет дракена. Вот. От поножей до доспеха. И на голову надел даргигантовый шлем. Даргигантовый шлем для, как бы, максимального могущества. Хочу сказать сразу, дорогие друзья. Где я не очень хорошо парирую лонгсвордом. Я постараюсь, по крайней мере, попытаюсь попарировать. Но не обещаю, что все атаки будут хорошо запарированы. Скажу вам так. Я не слишком часто играю на лонгсворде. Сейчас я, в принципе, покажу вам карту гильдию. И вы увидите, сколько я раз ходил с лонгсвордом. По-моему, я вот только что тренировался. В какой-то степени так просмотреть карту гильдии. И лонгсворд, лонгсворд, где лонгсворд? 18 раз. 18 раз, и то я так тренировался, знаете. Чисто ходил. Ну, то есть, у меня было пару эпизодов только с лонгсвордом. Остальное все так чисто попробовать. И то вылазки были не всегда удачные. То есть, ну, вот по вот этой таблице вы можете видеть, что я не очень люблю глефу. Надутки я хочу научиться. Надутки буду учиться. На копье тоже буду учиться. Но вот, допустим, лук орудия и тяжелое... Лук орудия легкое и тяжелое. Я, наверное, буду забрасывать, да еще и лук. Потому что мне эти четыре последние вот эти вот оружия не нравятся. Вот. Ну и, в принципе, как-то так. Поэтому я не очень хорошо, как я и сказал, парирую. Я буду пытаться. Пытаться, по крайней мере. Так. И давайте продолжим. Нерегигантовый шлем. Здесь все показал. Оберег здоровья. Да, давайте посмотрим по украшениям. То есть, как вы видите, я замаксил атаку. Критический взгляд не до конца. У меня не было самоцвета критического взгляда. Усиление критических атак на троечке. Кстати, давайте посмотрим. Я случайно не переборщил где-нибудь. Так. Четыре семь. Шесть. Три. Три. Два. Один. 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 Все. Все правильно. Ничем не переборщил. Вот. Ну и, в принципе, как-то так. Так. Вот. Самоцвет без элемента поставил даже. Могучий самоцвет, чтобы третье максимальное могущество получить. Ну и, в принципе, самоцвет уничтожения это так. Чисто просто так поставил. Можно сказать. Ну и, в принципе, как-то так. Ну, предметы все, все те же. Вот стандартный. Теперь мой билд. Это такой классический вариант. Без всяких там охлаждающих напитков и тому подобное. Кстати, это хорошо, что я вспомнил. У меня автоматический скайкрафт охлаждающего напитка не стоит, поэтому я с Кульфторот там иногда парюсь. Так, давайте сейчас перекусим и пойдем на этого Great Great Jagras. Покажу, расскажу, что, как, как с него выбить как можно больше самоцветов. В принципе, объясню. Даже если вы, кстати, зафейлите этот квест, то все самоцветы, которые вы поднимете во время задания, у вас как бы останутся. Вот, давайте размещаем новое задание. События и... Нет, Великий Яграс. Он точно появился, это я точно помню. Охота на Величайшего Яграса. Вот, появилось. Вот даже есть одновременно два квеста, которые дают, скажем так, самоцветы хорошие. То есть и его имя Лавасет тоже хороший квест, тоже самоцветы падают. И Величайший Яграс, конечно же. Так, пойду я, само собой, один. Нужно, кстати, убрать, то есть оставить палику, потому что он будет немножко мешать. Кстати, да, я забыл еще какую-то вещь взять, очень важную. Организовать предметы и забрать себе две ловушки. Ловушки мне приходятся, возможно... Нет, я не хочу его усыплять, ловить, я хочу именно его убить. Вот, грозовой, грозовой жук и дополнительные инструменты. Давайте две штучки, да, возьмем. Все, теперь можно отправляться. Полетели. Полетели, посмотрим на этого Грейджа Яграса. Я объясню, опять же, да, постараюсь объяснить, по крайней мере, как правильно из него выбивать самоцветы. То есть, когда нужно ждать и не атаковать его и так далее. Окей, прибыли. И теперь давайте посмотрим, что у нас будет. Ну да, забафаемся, забафаемся, я хотел сказать. А не будем смотреть на что-нибудь. Так, ну и, в принципе, да. И на вот этой стартовой локации мы его просто можем ждать. Он всегда сюда приходит, даже как бы к гадалке не ходи. Он всегда будет приходить вот сюда. Сюда, чтобы покушать. Кушать он будет вот этих гастодонов или... Нет, гастодоны, это, по-моему, другие. Это... Как же их? Я не помню, если честно. Так, ну и ждем. Ждем пока Яграс сюда подъедет. Он сейчас на спидах. Ну, то есть, очень быстро разгонится и убьет одного из вот этих вот ребят. И как раз в тот момент мы можем начинать кушать зерна. Плюс я поставлю ловушку, как только он съест какого-нибудь из этих ребят. Так, давайте перекусим. Так, вот он уже подрос. Так, и можно... Можно потихонечку начинать его бить. И бьем мы непосредственно по животу. Таким образом мы как раз и заставляем его блевать. Правда, у него что-то... Ему плохо очень. Блин, я хотел запарировать вот сейчас, но, к сожалению, у меня не получилось. Блин, да хватит рычать. Да. Блин, сейчас не получилось парировать. Блин, а сейчас вроде бы как и получилось, но во время парирования нужно его ударить, если не ошибаюсь, чтобы засчиталось парирование. Я понял. На самом-то деле, да, я увлекся использованием парирования, но, к сожалению, у меня ничего не вышло. Ладно, давайте еще раз. Перекусим. Хотя нет, перекусить еще раз у нас не получится. Ни в коем случае. Блин, на самом-то деле, немножко обидно, что я так быстро отъехал. Да, и Грейд Джагрос, он дамажит довольно-таки много. Довольно-таки много урона наносит, поэтому как бы тут будьте осторожны. Так или иначе, то, что одно неловкое движение, вы видели, он мне по четверть тех хп сносил. Я, конечно, не успел похиляться, но я был близок. И вообще, на самом-то деле, я не надел покров, который бы меня в этой ситуации спас. Давайте сейчас как раз его наденем. Блин, я не смог парировать еще раз. Блин, не получилось опять. О, а вот сейчас получилось запарировать, и сразу после этого нажимаем Ctrl и заряжаем. Наш клинок на белую, на белую, как бы, шкалу духа. Так, и можем спокойненько отлично зарядиться еще раз. И вот когда он падает, мы обязательно должны его дамажить в живот. То есть таким... Ой, блин, Дэвид Джо. Вот Дэвид Джо здесь немножко неприятен. Отлично. И можем... Ультануть. Главное, чтобы он сейчас не убежал. Блин, не попал. Да. Ой, отлично, запарировал, хорошо. Потихонечку учусь. О, кстати. Хорошо, паралич, паралич нам предоставил. Ой, хорошо, по 100 единиц урона примерно. Паралич нам предоставил наш палик, которого я хотел оставить на базе. Но на самом-то деле, да, неприятно, конечно, то, что он со мной. И вот мы подходим сюда, и здесь очень много этих самоцветов валяется. Это как раз самоцветы, которые выпадают, пока он на боку лежит, пока мы бьем его по животу. Вот. И таким образом мы получаем очень-очень много самоцветов. Вот. Ну, не знаю, у меня только что получилось, по-моему, только два раза запарировать. Да, это мало. Нужно прям каждый раз, когда атакует монстр, парировать. Но я еще не настолько скилловый на этом оружии. Вот. И как-то так. Поэтому уж извините, дорогие друзья, что все так. Так, и сейчас, наверное, стоит подточиться дополнительно. И как только мы к нему подойдем, опять используем, наверное, ловушку. У нас уже спадает красная обводка нашего оружия, что не очень хорошо. Так, он там с Двилля, что ли, дерется? Двилля, Двилля, что ли, неважно. Блин, да, у меня сейчас спадет заточка. Да, и они дерутся. Так, ну, ладно. Спала полностью заточечка у меня. А, да, оранжевая опустилась. Я понял, как это работает. Я думал немножко иначе. Так, даже... Ой, кстати, а Двилджо, по-моему, на маленькую звезду. Если не ошибаюсь. Я... Нет, я не хочу тебя. Атаковать. Ау. Нет, сейчас бы запарировать эту атаку. Эу. Кстати, можно парировать даже рыки монстров. Это очень даже, кстати, профитно. На самом-то деле, в самом начале, как только мы... Ой, отлично. Ой, хорошо. И зарядил еще заточечку. Приятно. Я хочу сдать в этого. В Двилджо. Но хотя сейчас будет урона маловато, потому что... Да, сопротивление у него имеется. Отлично. Зарядил себе клинок. И теперь можно пройтись к якорству. О, он как раз проголодался. Нет. Эу. Зарычал. Негодяй. Эу. Блин, а вот это нехорошо. Он опять начинает прыгать. Надеюсь, он меня не застанет. Нет. Ааа. Да что такое? Он слишком... Слишком что-то резвый для... Объевшегося монстра. Нет, если честно, это что-то жесткое. Ааа. Да. Как бы... Иногда такое случается. Но надеюсь, столовая теперь еще... Можно в столовой перекусить. Теперь. Хотя бы. Блин, только что я мог нормально так бльтануть него. Но, к сожалению... К сожалению, к сожалению, немножечко не та ситуация оказалась. Так, ну... Сейчас стамину не совсем... Нормально смогу пополнить. Ну, ладно. Хотя бы так. У нас там, кстати, ловушка стоит. Я мог его привезти туда, но я протупил. Я что-то... Так, нет. Ты меня не видишь. Так, уходим отсюда. И у меня есть временной покров, который я тоже как бы... Додумался не юзнуть. Так, доходим и... Ну что? Great Jagras. Ой, отлично. Он даже еще упал. А че я... А че мне не... А, меня кто-то жует или что? Я не понимаю. А, не понял. Девильо решил топнуть. Вот че ты сюда приперся, негодяй? Просто приперся и топнул. И, небось, еще убежал. А нет, еще здесь. Ой, хорошо. Парировал. Отлично. Даже приятненько. Ой, он упал. Ну, это, наоборот, даже хорошо. Главное, чтобы Девильо опять не топнул. Отлично. Блин. Я только что хотел запарировать, но слишком поздно. Нажал клавиши. Блин. Топают и топают. Что не так с ними? Ой, сейчас... Ой, отлично даже. Как хорошо. Отлично. Красная заточечка. Ну, хотя бы по хвостику надамажим. Ну, хотя по хвостику намного меньше урона. Да блин, да Девильо отстань от меня. Серьезно? Ну, просто какой-то Девильо приходит и мешает. Здорово. Спасибо. Так, снимаем вот эту штуку. Я не могу взять здесь самоцветы, которые попадали. Серьезно? О-о-о-о. Я понял. Игра меня не любит в последнее время. То есть, как вы могли заметить. Да, я просто не могу подойти и собрать все эти самоцветы. Найс. Очень здорово. Так, у меня там ловушка лежит. Ой, отлично. Запарировал, как хорошо. Ау. Сразу после парирования нажимаю клавишу Ctrl. И таким образом могу спокойненько... И таким образом могу спокойненько пополнить себе эту заточку. То есть, обводку. Блин. Здесь можно было тоже парировать. Очень такая предсказуемая атака. Так, ладно. Хорошо. Он, кстати, да, уже при смерти. Стоп. Здесь где-то ловушка была. Где она делась? Или ее Девильо снес? Или он... Стоп. Или он парализован сейчас? А нет, вроде не парализован. Не понимаю, где ловушка делась. Ну ладно. Так, сейчас нужно еще так же подточиться параллельно. Блин, если честно, если бы не Девильо, я бы очень много раз смог и ультануть бы. Ну да. Но вот этот парень мне не позволил. Так, изготовление. Давайте еще шоковую ловушку. Хорошо. Так, он сейчас отдыхает. Так, отлично. Хорошо. По 103 единицы. Неплохо. Так, заряжаем. Блин, ай, он отпрыгнул, и поэтому я не зарядился. Ой, хорошо. Обьяграсов мелких зарядился. Я не попал? Лол. Я не попал ударом. Есть. Хорошо. Зарядил. Отлично. Так, прыжок и... Отлично. Хорошо-то как. Так. Ой, не туда прыгнул. Так, что я дотянусь сегодня до монстра? Хорошо. Ой, он, кстати, покушал. Это значит, что еще есть шанс... Нет, нету шанса. Нету шанса из него еще самоцветы повыбивать. Вот. Ну, в принципе, вот он, Грейдж Аграс, или Великий Аграс. Вот. На самом-то деле, дважды от него отъехал, но это, на самом-то деле, такое самое... Ну, это обычная вещь, потому что у него атаки действительно по очень много дамажит. И это, по сути, арктемперт Яграс. Только, как бы, в информации о нем, когда идем на квест, не показано, что он арктемперт. Вот он, как обычный Яграс, но, по сути, это, типа, закаленный. Вот. И, то есть, по этой информации, которую мне предоставили. Вот. Блин, и Девил Джо сюда приперся. Вот, что ты сюда приперся, непонятно просто. Я смогу тебя добить? Мне интересно. Нет. Ну, хотя бы хвостик отрезать. Нет, не получилось. Ну, и ладно. Так, и давайте посмотрим, что нам дали за это все. То есть, мы получили два фальшивых билета номер три, плюс еще четыре дополнительных старых мертвых камней. Вот. И, дополнительно, вот это все самоцветы, которые мы собрали. Вот эти четыре последних, это как раз те самоцветы, которые нам только что дали. То есть, давайте оценим, посмотрим. То есть, в последних слотах это самоцвет метателя, заряд самострела, сопротивление тряски хорошо, действия яда такое, атака водой может быть. Тяжелая артиллерия, кстати. Тяжелая артиллерия, ну, вроде, неплохо, но у меня уже есть два самоцвета, а больше двух не нужно. Самоцвет полета, ну, такое, видите, такие себе самоцветики, если честно. Но, думаю, если у вас вообще никаких нет, то здесь вы сможете найти какие-нибудь интересные для себя. Вот. Так что, как-то так, дважды слился, да, к сожалению. Ну, хотя бы коктейль Мяутова пополнил до четырех, так я вообще хотел без Палика пройтись. Обычно я просто без него хожу, но так как выполнял квест с Ведьмаком, то, к сожалению, пришлось мне его взять. Ну, в общем, как-то так. Вот такой я хотел вам в этом эпизоде показать не только, конечно же, Ягроса, а примерное применение, конечно же, Катаны. На самом-то деле, как я и сказал, парировать я не очень хорошо умею, но иногда вроде бы получалось. Вот. Но даже без парирования, в принципе, можно спокойненько заряжать ту же шкалу духа, давать ей обводку красную и потом мультовать. В принципе, довольно-таки спокойно. Если вы еще не научились, то, думаю, это не столь критично. Просто в какой-то степени вести себя по сейвове. Можно использовать Катану как какой-то там, не знаю, Грейдсворд, то есть находить моменты, когда просто по удару наносить, а потом использовать комбинацию, во время которой вы заряжаете обводочку. Вот. Ну, и, в общем, на этом все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, дорогие друзья. Было приятно для вас вещать. Вот. Также не забывайте оценивать это видео лайком или дизлайком. Также не забывайте писать свои комментарии, конечно же. И подписываться на канал, жмакать на колокольчик. Это тоже очень приятно и, в принципе, было бы неплохо. Вот. А на этом все. Всем до скорого. Удачной вам охоты. Всем спасибо и пока. Субтитры подогнал «Симон»!